...занятия, доклады, лекции, которые посвящены современной, как можно сказать, еврейской философии XXI века. Хотя Джоли Батлер, например, активно действует и в XX веке, но, тем не менее, важно... Это такое формальное деление, своего рода формальное деление, которое я провожу, но оно позволяет, наверное, понять, увидеть какие-то вещи, которые, собственно, посредством формальных методов и становятся видимыми. То есть, например, я придумал определение, что философия XXI века – это философия, которая продуцируется, производится философами, которые живут в XXI веке или которые жили в XXI веке. То есть, исходя из такого принципа, такого деления, например, Жак Береда оказывается философом, ну, принадлежащим к этой категории, потому что он там дожил до XXI века. Или там Харлд Блум, который начал писать еще в середине XX, он тоже оказывается философом XXI века, потому что он сейчас функционирует, например. И вот, собственно, в этом мини-курсе запланировано три встречи, посвященные трем современным, важным очень, на мой взгляд, интересным интеллектуалам, мыслителям, Джулим Батли, Рудиолонии и Дулу Цурашкову, которые известны и приобрели славу, известность не благодаря, не в качестве еврейских философов, а в качестве Джулим Батли, в качестве постфилологического философа и гендерного теоретика, Дулу Цурашкову в качестве медленного теоретика, и Дулу Цурашкову в качестве режиссера, в первую очередь, и во вторую очередь уже философа и эссеиста, но как бы еврейского. И, на мой взгляд, интересно для того, чтобы понять вообще, что происходит, например, в еврейской мысли, интересно узнать, что думают. Я долго, на протяжении года, наверное, не мог сформулировать просто то, чем я заинтересовался. Например, удлиненную версию вот этого курса в прошлом году. И я не совсем того же самого. Большой курс я читал в еврейском музее, который назывался «Еврейский интеллектуал 21 века об лудаизме». Но, на самом деле, я вот совсем недавно только понял, как правильно это формулируется. Это вот так вот. Чтобы понять, какие-то важные вещи по еврейской мысли, наверное, интересно узнать, что думают выдающиеся евреи. О еврействе, о лудаизме, еврейской философии и всяких вещах из этого ареала, выдающиеся евреи. И вот эта короткая формулировка сразу говорит о многом. И очень странно, что я до нее не додумался сразу, а додумывался год или полтора. Да, потому что понятно, что выдающиеся евреи – это… ну, то есть выдающиеся евреи, понятно сразу, что это человек, который выдающийся с точки зрения всего человечества, а не только с точки зрения, например, еврейского комьюнити. Потому что обычно, когда идет разговор о осмыслении каких-то еврейских реалий, философских, интеллектуальных, берется в расчет мнение специалистов по Jewish Studies, которые являются выдающимися специалистами именно в Jewish Studies и знакомы специалистами по Jewish Studies. А вот то, что меня заинтересовало, и вот какой разворот, который меня заинтересовал, он связан как раз вот с другой историей, с тем, как слышен голос и что говорит голос, что говорят голоса выдающихся современных еврейских интеллектуалов о разного рода еврейских темах. А выдающиеся интеллектуалы – это люди, которые чем-то отличились перед всем человечеством, то есть в таком общечеловеческом масштабе, и те, о ком в первую очередь даже немногие знают, как о еврейских интеллектуалах, о тех, кто является еврейским интеллектуалом не только по факту рождения или по факту принятия иудаизма, например, как в случае Мартын-Усбам, а в том смысле, что они написали еще какие-то труды на еврейские темы те или иные. И вот про Джулию Батлер, я думаю, мало кто знает. Ну, хотя те, кто занимает Джулию Батлера, конечно же, об этом знают, но те, кто, ну, шапочно знакомы с ее творчеством, наверняка знают, что она постструктуалистский философ и один из основных гендерных теоретиков 20-го и 21-го века, ну, и, собственно, один из первых гендерных теоретиков, человек, который ответственен за вообще введение в гендерную теорию, политическую теорию, реформативную теорию понятия квир, и, ну, мало кто знает, наверное, что она еще и уца. Вот одну книжку, о которой сегодня, которая посвящена, посвящена наша встреча, и еще целый ряд статей на, касающейся еврейской, пробегать прямо в одну плотную, комментирующих, откликающихся и ставящих вопросы, которые, развивающие вопросы, которые поставлены, и которые должны быть поставлены внутри существующей еврейской философской традиции 20-го века, которая, ну, вот прямым, является прямым продолжателем, традиции, которые связаны с именами Мартина Бундера, Франц Розенцвейка, Мюнли Венаса и других. Ну, два слова про диалоги и Дулу Сарашков, или в следующий раз. Ну, Дулу Сарашков по версии массачусского рейтинга, как в рейтинге массачусского технологического института, об этом я узнал на его страничке на сайте CNN, где он ведет блог, там написано, что Дулу Сарашков входит в пять, по версии массачусского технологического института, входит в пятерку самых влиятельных мыслительной планеты, но в первую очередь в качестве медиа-теоретика. То есть этот человек, когда придумал понятие, очень много ввел в оборот понятий, типа цифровая экономика, вирусные медиа, скринейджеры и много еще всего. Плюс он киберпанк-писатель, написал два известных, культовых киберпанк-романа и комикс-мейкер. А вот то, что он еще написал какие-то еврейские книжки, об этом практически никто не знает. Тем не менее, книжка очень интересная, но о ней возглавляет не сегодня. Ну, Ауди Алони, в первую очередь, кинорежиссер, но с ним очевиднее все, потому что он написал одну всего лишь философскую книжку с авторством, с Аленом Бадью, с Лавным Жириком и Джуди Батлер, собственно, и которая называется «Чего хочет еврей», и поэтому судя Олоне, все никакого проще. Вот. Итак, Джуди Батлер. А вы видите, да, вот ее фотография такая на рабочем столе я открыл. Видеет, да, да, хорошо. Вот это Джуди Батлер. Ну, еще раз, нельзя повторить, или как? Или все знакомы, в общем, с тем, кто такая Джуди Батлер, или надо сказать несколько слов. Или я сразу, сейчас, или сразу буду говорить о книжке, именно она. То есть, не нужно говорить, ну, вводить в контекст, и что вообще откуда она взялась, чем она занимается. И вот самое главное, наверное, что, тем не менее, в любом случае, надо сказать, это то, что с именем Джуди Батлер связано, связано, ну, она одна из тех, с чьими именами связан, ну, такое просто, так называемое, посттураристского феминизма, или такого феминизма третьей волны. и эти люди, кроме нее, это Элен Сиксу, это Март Музбаум, и другие, каждый из них ответственен за ту или иную, важную очень сторону этого поворота. То есть, ну, с именем Джуди Батлер связано, в первую очередь, разделение, которое, ну, на сегодняшний день общепринятое между Полом и Гендером, но когда и Пола практически не остается, но остается, но он как-то одна из основных, как-то, один из основных мотивов в критике Джуди Батлер, когда ее критикуют, заключается как раз вот в том, что она ну, некоторые считают, что она излишне как-то, ну, литературизирует, филологизирует гендерную и телесную проблематику, ну, не все так думают, но тем не менее, действительно, Люд Батлер знаменита в первую очередь тем, что она скрещивает такое литературе и перформативную теорию с гендерными штуриями и в результате получает представление о том, что гендер это не какая-то устойчивая, натуральная, естественная структура, а это как бы перформатив, то есть, ну, перформанс, то, что разыгрывает, то, что показывается, ну, и тема вообще показывания, ну, перформатива, представления, того, как бы, слой, связанный с тем, как что-то делается, в каком стиле, тональности, размерности, в каком эмоциональном модесе, очень важна для, сразу для нескольких очень важных философов конца 22, 3, 4 частей 20 века, начала 21, среди них, кроме Джудит Баттлер, важнейшими фигурами являются в этой истории, связанной с перформативом, Жак Береда, с одной стороны, который говорит о том же самом перформативе, и, с одной стороны, с другой стороны, Олен Бадью, для которого важнейшим моментом философии, любви, политики и науки и искусственной, является демонстрацией, которая в первую очередь появляется в математике, но это уже другая история. и Джудит Баттлер известна тем, что она вводит, она является одной из тех, кто вводит понятие, да, как бы, употребление понятия квир, то есть, странной, который, когда, если она рассматривает гендер, это как перформанс, да, перформатив, перформанс, который, может быть, принятым или не принятым, вообще принятым или нет, в том или ином комьюнити, и поэтому, и дальше, если вот то, что, отсюда вытекает следующее, что, то, что, что-то рассматривается к одним сообществам в качестве отклонения от нормы сексуальной, это не что иное, как такое гендерное диссидентство, перформативное диссидентство, которое располагается в области такой, ну, филологическо-политической, и в этот момент такой диссидентский и политический, связанный с борьбой, против навязанных и обязательных рамок, практик, очень сильно повлиял вот с ее подачи на квир-движение последних десятилетий, 90-х годов, и ну, вот это как бы основная роль ведь батлер в философии в принципе, то есть, если вы смотрели, например, фильм «Экзамен Лайф» Астра Тейлор, в которой, ну, на мой взгляд, это не самое хорошее кино о философии, но я, с другой стороны, это одно из немногих, один из немногих фильмов о философии, в котором Астра Тейлор интервьюирует Джоди Батлер, Слава Жижика, Карнелла Уэста, Виталия Ронелла, Мартин Узбаум, и все пальцы. И вот в этом кино, если вы увидели, или если увидели, есть момент вот отрывок с Джоди Батлер, происходит, она идет и там по дороге разговаривает с сестрой Астра Тейлор, которая важным деятелем движения Disabled Муровна, но она как бы инвалид, сестра Астра Тейлор, и вот она вот Джоди Батлер идет, она едет на инвалидную карьеру, они общаются, и в один из моментов разговора они говорят, они абсолютно разные моменты, связанные с телом и с тем, как это тело располагается, презентируется в социальной среде, в языке, в городе, и то, как с чем связано, и что из этого вытекает, и что нужно делать, и в частности там есть такой момент походки, когда Джоди Батлер говорит, одна когда ее знакомая, девушка, вот она шла, вот у нее была определенная походка, и вот нет, я могу всплыть, ну, в общем, кого-то то ли изнасиловали, то ли побили из-за походки, и вот Джульд Батлер говорит, что в тот момент она очень сильно задумалась над тем, что походка и как походка сильно может повлиять на вообще сохранность чьей-либо жизнь. Да, ну, ладно, я сразу сейчас перейду к книжке, и, потому что если я сейчас дальше буду говорить, я буду говорить все, но то, что буду говорить в ряд книги, но о книгах скажу меньше, чем надо было. А, сейчас, сейчас я ее открою, да, вот здесь. А, вот она уже открыта. Вот, эта книжка, видите, да, наверное, книга, эта книга написана и вы видите Parting Ways, Jewishness and the critical Zionism. Джоидит Батлер, то есть, ну, или прощание, ну, вообще, это, да, идиоматическая структура Parting Ways, но можно перейти, как прощание, расставание или разделение путей, еврейскость и критика сионизма. Книжка совсем вышла недавно, ну, сравнительно недавно, то есть, вот, видите, так, друзья, а вы видите, да, вот я вот сейчас листаю, может, все выключилось, а, видите, хорошо, да, вот, книжка выпущена университетом университетом Коламбия, Коламбия и университет Пресс, Коламбия и университет Пресс же, хотя, надо проверить книжку, университетом и университетом и университетом что касается важных еврейских интеллектуалов, то в университете в Коламбии работает и преподает Гилан Иджарь, замечательный, очень интересный, современный еврейский философ, литературе, совет, политолог, ученик и, ну, как-то, редактор, например, переводчик, редактор, автор предисловия к английскому изданию актов революции Жак Беррилан, автор трилогии очень интересной про арабов и евреев, и ученик, с одной стороны, ученик Амнона Рас Краковскина, очень важного израильского политолога, хитинографа, философа, который является авторитетом для других бантлеров, и, с одной стороны, с другой стороны, исследователь твойства Талала Асада, Шишин Ани и других современных философов, которые не являются не европейскими и не являются еврейскими интеллектуальными, что является вообще знаком именно современной философии нового витка, нового этапа развития мирового духа, на мой взгляд, потому что продолжим. Вот в колумбии рейс купил эту книжку. Так, я прошу прощения. Вот, и сейчас как тут можно увеличить? в 2012 году вы видите, И вот, смотрите, какое у этой книжки содержание. Вот эта книжка в отличие, хотя нет, но вот для тех, кто занимается специальной еврейской философией, книжка Джонни Батлер и книжка Удиолонии должны быть очень интересны, потому что они ссылаются, интерпретируют всем известные источники. А Дуглас Рашков интересен потому, что он одновременно как-то развивает, то есть неизвестно, идею, присутствующую давно, традицию еврейской цивилизации и мысли, но зависла. Вот вы видите, я вожу контент сверх-вниз. А, хорошо. Вот, с одной стороны, а с другой стороны, потому что это такой, ну, очень как-то свежий, резкий, смелый голос, и с любви совсем другой, с любви, ну, не связан непосредственно с еврейской философией, а связан с разными как с медиа-активизмом, с движением за свободное ПО и другими штуками, которые непосредственно там с Франсом Розенцем, например, не связаны. А вот книжка Людей Батли, она напрямую ссылается и комментирует известные источники, да, вот видите, как устроено содержание этой книжки, и вот я прошу обратить внимание на то, что кроме известных тем, кто занимается и интересуется еврейской мыслью и европейской философией, вот кроме имен известных обычно известных тому, кто специализируется в этой области, вот мы можем увидеть имена, которые наверняка не всем знакомы, хотя, может быть, это мне так кажется, что я вот совсем недавно не был знаком с ними, а теперь знаком, и мне теперь кажется, что все вокруг тоже либо познакомились, либо, наверное, не знакомы, я поэтому не знаю, то есть, вот, я имею в виду Саида и Дарвиша, или вы все знаете Эдварда Саида и Махмуда Дарвиша, ну, может быть, знаете, кстати, вот, на мой взгляд, это ну вот, на мой взгляд, важной особенностью современной мысли, в принципе, ну, в глобальном масштабе, да, то есть, если мы, ну, так или иначе, можно соглашаться или спорить с Гигелем, но так или иначе, ну, институционально или если мы в стиле Виттгенштейна и философии языка или там структуралистском рассматриваем философию как такую игру по определенным правилам или такой дисциплин, которая устроена, конституирована каким-то там законом, который, в общем, не меняется. Если он не меняется, так это уже какая-то другая игра. Вот если таким образом подойти к философии, то это игра, в которой правило, которое подразумевает, что вот есть какое-то вот такое общее поле глобальное, в котором присутствуют игроки, которые, в принципе, все друг друга знают. И эти игроки должны быть при этом еще светскими, да, ну, не религиозными. Ну, а если они будут религиозными, то в каком-то особном смысле. ну, как Джульд Батлер, например, говорит, когда она пишет про Ханнуар, она говорит, что вот она часто в своих трудах 30-х, 40-х годов она выводит какие-то политические, делает политические выводы, или сейчас я могу найти, ну, ну, давайте я найду, наверное, хотя это я вспомнил, ну, сейчас, а, ну вот, да, вот в части про Ханнуарен, которая называется «Is Judaism Zionism? Уарен and the Critics of the Nation-State?» она пишет, что в, например, да, ну, например, обсуждая прощение в труде человеческое состояние, она ссылается на еврейско-религиозную традицию для того, чтобы сформулировать политические принципы, которые организуют светское поле политики, что не то же самое, что обоснование светской политики религиозными принципами. Вот, мне кажется, это очень хорошее определение, очень к месту, в смысле, в том смысле, о чем очень полезно для понимания того, что я хочу сказать, то есть философия всегда была и остается таким полем, в котором есть какое-то ограниченное количество игроков, которые друг друга знают, или неограниченное, но, тем не менее, они могут быть разными, при этом они все так или иначе должны принадлежать к светскому образу мысли, быть светскими людьми, даже если они религиозные, ну, как бы, парадокс в этом. То есть, вот, те тексты, которые они пишут, или концепты, которые они генерируют, они, для того, чтобы быть философскими, они религиозными, мистическими, литературными, или еще какими-то, они должны опираться, ну, то есть, они должны ни на что не опираться, да, потому что, если они опираются на что-то, что само ни на что не опирается, то это уже не философия, а какая-то такая догматическая или метафизическая история, которая философия, или это мнение докса, которая философия и вообще-то, ну, знание, вот, в греческом, таком европейском понимании этих слов, практик, всегда себя противопоставляли. и до недавнего времени это в этом поле, ну, вот, в поле глобальной философии присутствовали только европейцы, то есть, представители просвещенных светских европейских наций, англичане, немцы, французы, русские в небольшом количестве, которые все так или иначе являются светскими христианами, то есть, представители христианских культур или христианской цивилизации, которые, ну, как вот, перестали быть христианами, но так или иначе будут связаны с христианским миром, христианской матрицей, представители христианской европы или там американцы, с одной стороны, с другой стороны евреи, еврейские интеллектуалы, которые являются либо израильскими, например, интеллектуалами, либо чаще европейцами или американцами, о которых, тем не менее, известно, что вот они евреи, и таким образом, они являются одновременно свистыми, европейскими и еврейскими мыслителями, или философами, и время одновременно, например, ну, допустим, ну, кого угодно, Франц Розенцвейк, Франц Розенцвейк, вот он философ, европейский, философ, светский, а с другой стороны еврейский интеллектуал, и до поры до времени, до очень позднего момента в поле глобальной философии присутствовали и были терпимы, и как-то рассматриваясь в качестве респектабельного источников, ну, инстанции, на которые можно ссылаться, которые интересно читать, проблематизировать, и при этом не показаться кому-то каким-то обскурантистом. вот до поры до времени, совсем до недавних времен, и вот, ну, как-то было пристойно, было принято, разрешено, ну, или, ну, как-то так происходило, что в этом поле присутствовали либо христиане, ну, или христиане, или те бабушки и дедушки, или бабушки были христианами, или евреи. А сегодня ситуация уже изменилась, и мы можем увидеть сразу в текстах очень многих людей, в текстах, которые появляются... А, звук, плохой звук, у меня может идти, мне кажется, Франц Розенцвейк, я говорю, это для примера, вспомнил Франц Розенцвейк, но вот он есть, и тут хотя вот содержание его нет, но он есть. Франц Розенцвейк, 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 двоюродный брат Розенцвейк Хьюси, актор «Звезды избавления». Да. А сегодня вот одновременно в текстах там Джудит Батлер, слава еврейских и нееврейских. Да, вот, кстати, до недавнего времени есть, ты занимаешься теософией, можно было говорить что там еврейские и нееврейские интеллектуалы, например, и было понятно, что, вот, о ком ты говоришь. А сегодня да сразу у многих, там, Жильбатлер, Жижик, Удиалоний, Диониджар и другие. Появляются еще игроки, очень важные интеллектуалы, появились несколько человек, из, представляющих исламский мир. это в первую очередь, Эдвард Саид и еще несколько людей, там, Ашишнанди, Талава Сад, на которых сегодня уже, ну, как бы, нельзя не ссылаться, и Эдвард Саид успел, ну, то есть, он успел, или Жак Деррида успел, или они вместе успели, в общем, они написали, успели книжку написать вместе, а Эдвард Саид, он, происходит, он, как бы, палестинский философ, но он, я затрудняюсь сказать, надо погугли, где в данный момент живет, а он, нет, Саид, Саид не, да, но вот, успел оказать огромный влияние, то есть, Эдвард Саид, это один из, как-то, с одной стороны, основателей, а с другой стороны, проблематизаторов, и, там, деконструкторов, ориентализма, политического, политического, политико-культурного ориентализма конца XX века, не путать с ориентализмом, там, Андрей Карбена, например, вот появляются мусульманские мыслители, ну, в смысле, они не являются мусульманскими теологами, точно так же, как и, там, например, Маркен Бубер, не является мудрецом, там, талмуды, или, там, каким-то, например, цадиком, в смысле, какой-то, там, хасидской династической линии, или, какой-то, мистической традиции, да, то есть, он принадлежит, но, при этом, одновременно, не принадлежит, да, ну, и Саид, в большей степени, не принадлежит, что он, как бы, призвитие светского, ну, светского, арабского мира, или, там, палестинского, палестинского мира, который, и Саид очень интересный, выслитель сам по себе, и о нем уже много написано, и, там, да, ну, я упомянул, вместе они с Шаком Дриданом писали книгу, и, Дио Нинджао очень интересно, он посуждает, и, там, пишет, проблематизирует его философию, например, в своей книжке «Кровь. Критика христианства», допустим, или, там, «Евлея, рапа, история врага», ну, это, совсем, уже, другая история, ну, или, не другая, с одной стороны, вот, Эдвард Сейд, с другой стороны, Махмуд Дарвиш, да, это, вот, когда мы будем говорить об Удиалоне, там, дальше, наверное, надо будет прочитать стихотворение Махмуда Дарвиша, которое в книжке Удиалоне, которое было опубликовано на английском языке, приводится в английском переводе, который, Махмуд Дарвиш, это самый известный, самый, популярный, известный, знаменитый, палестинский поэт, конца 20-го века, начал 21-го, насколько я понимаю, я не знаю, я, кстати, тоже, вот это надо проверить, жив ли Махмуд Дарвиш, мне кажется, мне кажется, жив, потому что Удиалоне говорит, что вот он очень был взволнован, когда на презентации одного из его фильмов он увидел, которое проходило на презентации его фильма «Умер», вот, «Умер» в 2008-м, я повторюсь, извините, если все уже все поняли, а я еще раз повторю то, что уже сказал несколько раз, но вот это я еще не сказал, факт, вот мы ни в одном из текстов имени Лебенаса не найдем места, в котором имени Лебенас говорил бы вообще, как бы откликался, комментировал или что-либо говорил о каких-то мусульманских или там арабских интеллектуалов, но для него их вообще не существует, просто. Для Француза Вольнсвейга в звезде избавления, ну, вот, уидеолон считает, что Розенцвейг вот так хочет приматиться христианству, так хочет, да, Махмуд Дарвич, так хочет приматиться христианству, что даже для этого убирает вообще из религиозной сферы ислама и даже не предоставляет им право быть религией, например. Ну, интересная история, действительно, но вот, там, у Львинаси или у Розенцвейга или там у Бубера вы, ну, не найдете. Ну, может, вы найдете где-то, но я не находил. А современные еврейские интеллектуалы пишут и как, ну, как, ну, задеты вызовом или вот тем, что написано, сказано современными арабскими или мусульманскими, ну, и как это, представителями, да, вот, арабского мира, интеллектуалами из вот этой сферы. там, у Львинаси говорит, что он очень был взволнован, когда увидел, что Махмуд Дарвиш пришел на презентацию его фильма в Ромале, хотя сам у Львинаси как поэт, Саид, как философ, Дарвиш, с другой стороны, Дарвиш, но это в следующий раз, как мы будем об этом говорить, самая известная арабская хип-хоп группа Израиля, которая в диалоге снимала клипы, которая, ну, лидер, который играет главную роль в его последнем фильме, и вот у них, например, в последнем фильме Улия Лони «Переклёсток 48» и, ну, вы можете увидеть это в трейлере фильма, там, например, песня заглавная, там в определенный момент вы слышите стихи Махмуда Дарвиша, которые читаются в таком хип-хоп-читке на арабском, ну, и с продолжением, там, Махмуд Дарвиш сказал одно, а я говорю другое, ну, это вот так, это спойлер. Итак, книжка, вот, на мой взгляд, очень важная, хорошая книжка, потому что она выстраданная, потому что, с одной стороны, например, Джуни Базер, как и чего, Джуни Базер выглядит в общественном сознании, да, для правой тусовки, христианско-правой, или там, ну, нееврейско-правой, ну, и для еврейско-правой тоже. Ну, вот, для каких-то радикальных католиков, например, Джуни Базер, это вообще воплощение ада, потому что она называется, вот ее джуниш-квир, критикал, ну, вообще, позиция, которую споведует Джуни Базер, это критикал, критикал-квирнесс, да, то есть, такая, ну, юридическая странность. И, а джуниш-квир, да, одновременно и джуниш-квир, это вообще кошмар. А, с другой стороны, благодаря, вот, критике сионистского проекта, которую осуществляет Джуни Базер, вот в этой книжке, в частности, и в некоторых других статьях, и книгах, например, в Preparious Life, там, постоянно всплывает тема, связанная с импликациями, с этико-политическими импликациями сионистской, политикой, политики государства Израиля и того, как существует этическое в политическом, социальном и медиапространстве Соединенных Штатов. В общем, Джуни Базер за то, что она написала эту книжку и некоторые другие тексты, очень-очень-очень многие в еврейском комьюнте не любят и очень много критикуют, потому что, а вот почему как раз ответ на этот вопрос посвящен нам в частности эта книжка. Я не знаю, в русскоязычной среде, в России, наверное, практически вот эта история в современной еврейской политико-интеллектуальной жизни, она мало известна по разным причинам, но, тем не менее, вот многие современные еврейские интеллектуалы, и среди них Батлер и другие, вот там Дуглас Рашков, например, из вот трех героев этого курса, Дуглас Рашков, насколько я понимаю, не входит в это движение, а Уди Алони входит, Уди Алони входит и другие очень-очень известные представители еврейского гопланетарного интеллектуального истеблишмента, такие, Новый Коумский, Наоми Кляйн, кого еще вспомнили, и сейчас забыл, ну, вот Джоди Батлер, Наоми Кляйн, Наоми Коумский и Уди Алони поддерживают, входят в движение или как продолжающуюся акцию, которая называется, но курьезное, которая имеет курьезное название, которая называется БДС, как-то БДС мувмент, при этом, в движение, и я нигде не встречал, к сожалению, ну, или я не знаю, мне кажется, это очень странным, потому что я не встречал ни шуток на эту тему, ни расшифровок, как бы, ну, ни размышлений на тем, почему же это называется, это аббревиатура Байкот Дивестмент Санкшенс, движение для бойкота Дивестмент Санкшенс, которое поддерживают многие еврейские интеллектологи, внутри и за пределами государства Израиля, например, у Уди Алони находится гражданин Израиля, а там Новонкомский нет, например, и Джудит Баттера, то есть бойкот и истощение санкций, движение, которое призывает мировую общественность таким, как бы, силовым, но не разрушительным образом воздействовать на государство Израиль, для того, чтобы оно поменяло или прекратило политику сеттлер сеттлерс полиси, то есть политику относительно поселений и конфискации земли и имущества у арабского населения, которое живет на территориях, на которых оно вскоре перестает жить. В результате политики, которые проводят последовательно государство Израиль, вот очень многие принадлежат этому движению, которое является очень сильно еврейским, в нем силен и не еврейский элемент, но очень много еврейских участников, в первую очередь это еврейское движение, движение современных евреев, которые, с одной стороны, не хотят разрушения государства Израиля, зла евреям, израильтянам, но при этом не приемлят ту политику, которая проводится государством Израиля, и считают эту политику не соответствующей еврейским принципам, принципам, которые с точки зрения тех, кто принадлежит к этому движению, сформированы внутри еврейской традиции. И вот эта книжка Джуль Батлер посвящена разработки такой позиции. При этом вы понимаете, что объявлятур звучит как BDSM, и это очень странно. Может, это какой-то еврейский юмор, я не знаю, но это, мне кажется, странно и забавно. Да, вот книжка, на мой взгляд, хорошая трогательная и личная, потому что Батлер все прекрасно понимает, и пытается, вот то, что она пытается выговорить, а если кто-то из вас знаком с Джудит Батлер, то вот эти мои слова не передавайте, а вот с выговариванием у Джудит Батлер из всех современных философов, то есть, с одной стороны, у нее все хорошо, с выговариванием, с другой стороны, мне кажется, не очень. в смысле, потому что, хотя, с другой стороны, вот стиль письма Джудит Батлер в чем-то похож на стиль письма Маргина Хайвегера, например, потому что она там часто повторяется, часто проходит через, например, одну и ту же точку, и ну и вообще, кажется, и тут я присоединяюсь к позиции, вот самой известной позиции, к критической позиции в отношении Джудит Батлер, которая озвучена была Мартой Нузбаумом еще в 90-м каком-то году, конечно, Джудит Батлер, на мой взгляд, использует больше слов, чем нужно обычно, и ну и вообще, ну, наверное, это интересно знать, что Джудит Батлер в 97-м, кажется, или 6-м году получил приз за самое лучшее, худшее философское письмо, но какое-то время австралийский философ, не помню, как его зовут, выдавал такую премию, и ее получил Фредерик Джемисон и Джудит Батлер. Джудит Батлер присудили эту премию за пассаж, за абзац про Лео Айтюсер и стоп-турный марксизм, в которой, в общем, я читал, как пассаж, он ничего особенного там, ничего страшного нет, в общем, нормальный пассаж, все понятно, но тем не менее, Март Мусбамп, в статье, не помню, как называется, в которой она очень нецеприятно называется Джудит Батлер, и я могу загрузить эту статью, чтобы вы потом, чтобы вы могли ее почитать, говорит, что он, да, Джудит Батлер говорит слишком много, больше, чем нужно, а когда ты вникаешь в то, что сказано, оказывается, что это и так понятно было, и после того, как ты так долго читал Джудит Батлер, у тебя не осталось сил уже на то, чтобы пытаться понять проблему, и мне кажется, вот в этой критике есть доля, небольшая достаточно доля здравом смысла и действительно, например, Мартинус Баум пишет намного прозрачнее, но не сказать, что, как-то, не сказать, что более, не знаю, сердечности, но, или, там, автобиографически, потому что вот в этой косноязычности, определенного рода косноязычности, которые мы встречаем у Джудит Батлер, с одной стороны, можно увидеть блафинг, как-то, не серьезность иногда, а иногда очень даже какую-то правильную, понятную, автобиографичность, интроспекцию, которая, ну, заставляет тебя присоединиться к автору и понять, например, что вы происходите из кого-то, одного из туристиков или нет, например, вот здесь, Батлер понимает прекрасно, что в тот момент, когда кто-то начинает критиковать государственный Израиль, он практически автоматически, вот в том, как устроен современный дискурс, глобально-демократический дискурс, он говорит, человек практически автоматически становится неслышан, то есть он сразу, потому что критика государства Израиль практически автоматически отождествляется с антисемитизмом, но это не так, говорит Джонид Батлер, то есть можно быть евреем и не быть сионистом при этом, и можно быть евреем и критиковать государство Израиль, но критиковать государство Израиль, это не значит хотеть уничтожение евреев, и критиковать государство Израиль, это не значит думать, что евреи плохие, например, или что еврейская цивилизация или емдаризм это плохо, но чаще всего происходит именно так, когда кто-то начинает говорить, что вот государство Израиль, там тот и тот делает неправильно, практически сразу появляется очень мощный ответ на еврейских медиа, которые тут же обвиняют человека в хейтеры to Jewish people. И Джульд Бага пытается вот в этой книжке проанализировать, что это все значит, и вообще как с этим быть и как она формулирует, вот вы видите, если первая глава называется Impossible Necessary Task, она в этой главе она говорит, что вот она то, что она пытается сделать, что это вот книжка невозможная, потому что ситуация сложная, она понимает все independencies, сложности, но она пытается выстроить другое, попытается поставить вопрос и ответить на вопрос о том, возможно ли в рамках иудаизма, в рамках еврейской традиций и идей, которые возвращены на этой почве, которые могут быть найдены в еврейских текстах, в текстах еврейских философов, в религиозных идеях, можно ли вот из этого комплекса выстроить перспективу этикополитическую перспективу цивилизационную, темпоральную, которая была бы альтернативна сионистскому правилу, которая по-другому мыслила бы еврейство, но при этом вот в чем соль? Соль в том, что в Джудит Баффер и другие представители вот, антисионистского лагеря, они не являются маргиналами, в смысле, они не... и в этом особенность, то есть, вот если этого не понимать, то вот если не понять этого момента, не понять вот этот момент, значит, не понять вообще ничего, потому что они не маргиналы, а как раз история состоит в том, что они каждый по-своему ссылаются и оживляют идеи в общем-то мейнстримовые для еврейских традиций присутствующие, явные, но которые почему-то не действуют в политической сфере, например. Но в сфере политики являются маргинальными, например, то есть например, иммунион Левинас как еврейский философ пожалуйста, всем известен в еврейском, нееврейском мире, суперзвезда и вообще никаких проблем. Но тем не менее, вот как бы этические идеи, которые изучаются в рамках философии, в рамках того, как он комментирует, логические тексты, например. Это все прекрасно существует, но никак не экстраполируется на политическую сферу, например. И Батрия задается задачей такой, да, задать этот вопрос попытаться на него ответить. Возможно ли выстраивание иной перспективы еврейской перспективы, которая не была бы связана с сианинским проектом и построением национального государства, и которая была бы по крайней мере настолько же легитимной с точки зрения еврейской традиции, как и сианинский проект. или более легитимной, чем сианинский проект. И особенно вот в первой главе мы видим, насколько Джоди Баттер сильно зависима от идей универа 12 и Жака Де Вида. И ну вот я лично мне не очень нравится то, что Джоди Баттер точно так же поступает айфон Селингиз один из основных переводчик многих текстов Легонаса на английский, научный оповедитель Грамма Хармена, создатель объектной ориентирной онкологии, сплавивший философию Легонаса и шизоанализ Делеза и Баттери и получившего очень интересный философский язык в результате, в котором ты слышишь то Делеза и то Легонас, но тем не менее, например, когда ты читаешь Джудит Баттер или Альфонс Ленингиз Ленингиза, ну по крайней мере у меня создается такое впечатление, иногда ты читаешь вот его или его и в определенный момент перестаешь ну забываешь о том, что ты читаешь Джудит Баттер, тебе не может казаться, что ты читаешь там, ну Легонаса, поскольку я, ну, много читал его и там перечитывал какие-то тексты, тебе кажется, что ты просто помнишь вот слово в слово там, постранично и, вот, с Ленингизом вообще такая история, что он иногда может там просто там две-три страницы как-то так процитировать, но при этом не сказать, что это Легонас. Ну, может быть, оно и хорошо, потому что иначе ему постоянно говорить, Легонас, Легонас, Легонас. Вот Джудит Баттер такая же история, она очень сильно зависима вот от такой, ну, как, этической пост-антологии или редуцированной антологии или там, анти-антологии Легонаса и Деррида. Ну, она говорит об этом, кажется, и вот вы видите, да, вот в этой книжке несколько, глава, две главы посвящены Легонасу, но одна посвящена Саиду и Легонасу, другая посвящена Легонасу и Легонасу. Она об этом говорит, но напрямую не увязывает одно с другим. Ну, может быть, это этим она обязана и в своей суперпопулярности, потому что, если бы настолько прозрачно была эта связь, насколько она прозрачна, прозрачна, мне, например, то тексты Джудит Баттер казались бы оказались бы, что тексты Джудит Баттер намного легче понимать, чем кажется, потому что многие считают, что у них очень сложные тексты, мне не кажется, что у них очень сложные тексты. И вот если ты понимаешь контекст, связанный с историей антологии Тождественного и этики несуществующего, этики другого, темпоральность следа, и вот если ты знаком с этой историей, понимаешь, как вот логически могут логически, 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 все становится очень просто, на мой взгляд. Мы вот первые, говорю, ну вот во введении, вот self-departure, exile, это критика взаимизма, и говоря, impossible necessary task, видна эта зависимость, и эти тексты, как это сказать, являются появлением того, что Алимбайдюн называют верностью, постсобытийной, постсобытийной верностью, событийному избытку, да, потому что очень точно, мы видим эмоцию, которую разрабатывали классики реконструкции, я имею в виду ревенесса и Деррида, эмоция, связанная с тем, что вот я должен что-то сделать, но при этом я понимаю, что это не в моих силах, не потому что я боюсь, например, что что-то не в моих силах, и не потому что я там не невозможность задачи там этического там долженствования этического проекта для много раз уже выше упомянутых французско-игрейских мыслителей связано не с ну, не с калькуляцией, да, не с вычислением того, что я могу и чего не могу, а с прекращением онтологии там, где зрение уже не действует. То есть если встреча с другим, то есть с любым другим человеком, вот с точки зрения этического рационализма или конструкции, является моментом, в котором онтология заканчивается, любая возможная онтология, потому что другой бесконечно больше любых моих представлений о нем, а значит пребывает во тьме и а значит задача, которую я должен осуществить, связанная с заповедью, с ответственностью, с бесконечной, как называют ильбинас, ильбинас, с бесконечной ответственностью за другого, значит эта задача окажется невозможной, потому что там, где заканчивается маяторик, находится такое этическое принуждение, связанное с тем, что лицо другого, как пишет Левинас, одновременно является просьбой и приказом, и когда я встречаюсь с ним в этот момент абсолютной пассивности, он говорит, на меня возлагается, причем я не принимаю на себя такую ответственность, но на меня возлагается бесконечная ответственность за то, за то, за что я просто не могу нести ответственность, например, за то, что за прошлое, за боль и страдания, которые уже произошли, например, но я не ну, вот просто, когда я встречаюсь с оскорбящим лицом другого человека, я оказываюсь ответственным за то, за что я не могу быть ответственным, но при этом этот момент, ну, при этом с точки зрения вот такой, ну, поздней феноменологии, еврейской феноменологии, этот опыт не не предполагает возможности отказаться вот вот этой позиции или ну, как вот неадекватной, например, и там отвергнуть там ее как там избыточную, допустим, а наоборот, этот опыт рассматривается так, а, что-то у меня появилось окошко и вот, но этот опыт рассматривается как изначальный и нефундирующий вообще любую деятельность, субъективность, разум и человеческое в человеке. И вот Батлер об этом говорит, о том, что вообще любая книга несет в себе ну, как вот невозможность потому что если ну и в этом одновременно залог ее возможности, да, то есть она много пользуется парадоксами таким и в этой книге связанными и вообще она как помещает продолжает традицию да, вот связанную с известными нам людьми, но кроме них еще это не только великанаси это и Бениамин, и Ханаренд и Примолеве но еще и Саид и Дарвиш воскрешает традицию и продолжает традицию когда ставит в центр ну как вот еврейскости вот такую невозможность и в более радикальной степени ну или как сказать вот почему тем кто изучает еврейскую мысль это должно быть очень интересно потому что она ну как-то обсуждает улавливает описывает такие уже отголоски и эхо и то ну как вот как реверберируют и сочетаются рифмуются друг с другом те идеи концепции которые были сформированы во второй половине двадцатого века важными ключевыми еврейскими интеллектуалами этого периода как вот они сегодня там звучат да например если Галерина Анаса Берильдера Бениэмина Ханна Аренда Булбера вот эти мыслители этот круг людей ответственны за не только они как-то это более узкий более широкий круг включает в себя Маркса и Фрейда и других людей и с точки зрения еврейской философской историографии и с точки зрения нееврейской философии то есть вот роль этих людей в философии 19-20 века оказалось такой что это привело к появлению евреев в качестве евреев кавычках ну или как бы фигуративного еврея или смысле философского еврея ну то есть еврея как философской позиции и что там ярче всего выражено наверное если среди нееврейской философии например в книжке всем известной книжке Жанна Франсуа Леотара Хайвегера евреи да где еврей находится в кавычках и в которой противопоставляются два способа мышления представления мира и два пути взаимодействия с памятью и с тем что забыто и с памятью и со вспоминанием и связанным связанным с ними этическим действием так вот вышеперечисленные еврейские мыслители важнейшие 20 и плюс еще там Макс в 19 веке и Фрейд ответственные и с этим вот этот факт трудно вообще оспорить ну в смысле я даже не знаю критиковал ли кто-либо эту историю как мы общеизвестно и как-то вот эти люди ответственны за артикуляцию многоэтической позиции в философии 19-20 века и за поворот про социальный поворот вообще мысли который превращение мыслей из монолога высказывающейся речи об устройстве космоса в такое яростное революционное судебное разоблачение существующей власти структуры антологии вообще языка всего что угодно в качестве властных структур политических структур властных опрессив структур доминации давления угнетения которые или в виде описания ответственные за описание разного рода антологических лингвистических политических структур в качестве политических и силовых отношений или субординации отношений эксплуатации и рабства и эксплуатации которые постфактум оформлены в качестве в качестве закона в качестве необходимости в качестве того как устроена вселенная и вот эти мыслители ответственные ответственные за такого рода проблематизацию и за призыв к справедливости за озвучивание внутри философии призыва к справедливости к изменению мира как написано в манифесте коммунистической партии всем все помнят до наших до сих пор философы только объясняли мир а дело в том чтобы его менять и вот эта история в общем-то известна и вот все они ответственны за за то что и внутри образованного еврейского сообщества иудаизм и вообще евреисти понимается как место традиции в которых в первую очередь артикулированы такие человеческие коммунальные или индивидуалистические этические ценности связанные со справедливости с безопасностью достоинством человека и ну как всего достойной жизни с отрицанием страдания и с невозможностью какое бы то ни было страдание человеческое объяснить вот так то есть это ну или может быть вот это все и так всем понятно но для закрепления вот своих слов я приведу пример пример Харада Блума который например в книге знаки знаки миллениума ну Омэнсов миллениум Харл Блум все знают наверное или нет кто такой Харл Блум не путать с Аллоном Блума Блумом самый известный американский литературе 20 века вот в книге в своей духовной как он называется духовной автобиографии уже поздние книжки Блум выдвигает теорию гипотезу что гностицизм гностицизм придумали евреи во втором веке во втором веке в качестве протеста против мистери о фейс как он пишет то есть что имеется ввиду в качестве протеста против готовности все понять вот так да то есть и это очень интересно и поэтому я не знаю последние полгода люблю противопоставлять Гадамера и Блума когда Гадамер который не всем это известно что что Гадамер ну друг Хайлигер человек ответственный за формулировку антологическую формулировку гермонетики в 20 веке был среди подписавших заявлений документ в котором германские профессора заявляли о своей лояльности Гитлеру вот Гадамер оказался среди и не про него ли про Хайлигера может быть про него Левинас пишет что эта одиозная философия нашла способности проявила способности пониманию даже перед лицом нацистского национо-социалистического режима и газовых камер и Хайлигер Блум представляется может быть противопоставить Гадамеру как артипуляция позиций антигерманифтической заключающейся в нежелании и неспособности понимать определенных вещей да потому что если и это очень важный момент и как раз это тот момент в связи с которым младо-гегельянцы и лево-гегельянцы все от первого до последнего там вот Штирнера до Маркса спорили как раз критиковали в связи как раз с этим моментом Гегеля потому что он деятель как известно считал заявлял что цель философии абсолютного идеализма в окончательном примирении да final reconciliation но с точки зрения левого гегельянства это окончательное примирение является оправданием ретроспективным оправданием чего-то что может быть не надо оправдывать да а надо never again да как вот в статье в главе посвященный Ханьярн явно ссылаясь на Мейра Каханы Джудит Баттлер пишет что мы не до конца обдумали все импликации слов never again и Гегеля как известно обвиняли как раз в связи с этим с тем что может быть это не самая лучшая стратегия постфактум оправдывать что-то что не надо оправдывать понимать то что может быть и не надо понимать да и вот Харл Крум прекрасно озвучивает в 20 веке антиграве позицию позицию антигермалевтическую что-то не хочется понимать и что-то невозможно понять а если это невозможно понять если отказываешься что-то понимать то ты входишь сферу совсем другой философии философии в которой присутствуют вещи с которыми нельзя смириться с которыми таким образом должны быть как-то переформированы или упразднены или как-то по крайней мере или должны быть тем с чем ведется борьба допустим да и вот уханан задает базы задается в этой книжке интересным вопросом в самом начале когда которым не задается например эти вопросы не задаются там не до нас не до ряда вообще никто не задается вопрос очень интересный в связи с которым она при этом не находит на него ответа и считает что в этом в этой ненайденности ответа и ну как-то заключается сущность вот это этой ситуации которая определяется ненаходимостью ответа потому что если бы она определялась находимостью ответа она была бы вообще ну антологической хелигианской и вообще какой-то совсем другой не еврейской вот она вводит понятие заянист халу очень интересная то есть вот сионистское свечение когда она говорит о том что вот ну проблема да проблема вот есть политика государства Израиля относительно поселений и которая с точки зрения гуманистического проекта там или левой критики или либеральной демократической ну какое угодно только ну не внутри как бы сионистской риторики является ну тем что вообще трудно объяснить при этом еврейской традиции является местом преимущественной в формулировании этических ценностей человечества и ну социального проекта связанного со стремлением к справедливости вот она говорит это так да это так конечно но дальше вот у нас задается вопрос о том что таким образом да вот можно бороться против любой несправедливости и ну изнутри вот еврейской традиции но она говорит ну тогда возникает эффект вот заянистхава потому что то есть если ценности общечеронеческие ценности связанные с равенством справедливостью и построением будущего и этическими взаимоотношениями между людьми если вот эти общечеронеческие ценности формируются еврейской ценности это значит что вот эти еврейской цен зар autism они если это общечерон家 значит это не еврейские ценности не исключительно еврейские Ну, и поспорить с тем, что еврейская традиция является местом формирования вот этих самых ценностей, не получается. И поэтому даже в тот момент, когда кто-то заявляет, например, о лебенадском, что еврейские ценности – это не какие-то особенные еврейские ценности, это вообще общечеловеческие ценности. И происходит как бы отказ от еврейского контекста. При этом в этом отказе присутствует утверждение, которое Батлер характеризует при помощи понятия «зайн с хала», с которым непонятно, как быть. То есть она говорит, вот я не понимаю, как мне правильно действовать. То есть мне для того, чтобы правильно действовать, надо действовать по-еврейски или, наоборот, отказаться от еврейства. Ну, она приходит к поводу, что надо как бы и так, и эдак, и как бы и исходя, и не исходя. И в этом вот разрыве, как она говорит, и тут мы узнаем Левинаса и Дереда снова, в этом разрыве и находится вообще сущность человека в этой остановке. Она пользуется термином «остановка», которым пользуются Венаса и Баншо, такой вот приостановка меня по отношению ко мне самому, приостановка антологии, озрыв, неравенство одного и другого. Поэтому вот в этом и находится, как бы, этическая возможность пути, возможность решения. И вот она эту, как бы, вот возможность провозглашает в начале книги. Вот этот путь в ситуации невозможности пути. Дальше она, ну вот уже полтора часа прошло, сейчас я попробую быстро закруглиться. Дальше она ссылается, переходит прямо к Левинасу, который когда-то говорит о невозможном, невозможном задании. И что делает, да, что делает Батриевич важная в этой книжке, она... Вот Левинас, Дорида и, там, Вениамин, ну, в первую очередь, первые два, застолбили прямо вот и в еврейском смысле, и в постструктурализме, вот противопоставление двух, как бы, структур, да, структур, структур вечного возвращения такого, связанного там с фигурой Одиссея, например, и фигурой Авраама, который вот он встает и идет, и уходит, и не возвращается, и не оборачивается. И, как бы, и вот, то есть эта идея застолблена, и всем известно, что, как бы, вот есть антология, или, там, греческая мысль, мысль, которая вот связана с таким циклическим вечным возвращением. И есть, и там, еврейская... сфера мысли, которая связана с отрицанием вот такой антологии и этическим отказом, с self-departure, как вы видите, это называют, с отказом, с укором, с линейностью такой, который не возвращается, не оборачивается. И это всем известно, но эта идея обычно не коррелирует с политическим измерением, например, с измерением, там, еврейской политической жизни, там, сионистским проектом. А Джульд Базер вот пытается перенести вот эту диаспоральность в область именно политическую. То есть она предлагает рассматривать, ну, как бы, диаспоральность, рассеянность. И я даже, мне кажется, на русский, вот, рассеянность в русском языке, мне кажется, очень хорошо играет в этом контексте, потому что рассеянность, оказывается, не только рассеянность, например, там, еврейского народа, но и рассеянность рассеянного с улицы бассейны. И она, Джульд Базер, утверждает вот такую рассеянность в качестве... Она считает, что надо воспринять вот диаспоральность, рассеянность и уход с невозможностью возвращения в качестве добродетели, ну, как вот, этическое, политическое, онтологическое. Да, и когда вот рассеянность с улицы бассейны, оказывается, его добродетели. И в тот момент, когда он собирается и перестает быть рассеянным, он перестает быть вот как-то самим собой и попадает в лапах, и дегерянское тело-тело упало по многоцентризму. Так, и вот в этой же первой главе Батлер рассказывает многим и без того известную историю о том... Причем, как бы, «hardly influenced». Очень сильно, под сильным влиянием и Батлер, и, например, Руди Алони, находятся под сильным влиянием Аллена Бадзиума и его проекта «Нового универсализма». Самой простой, важнейшей идеей, которая является представлением о том, что важно не то, что нас разделяет, а то, что нас объединяет. Потому что в тот момент, ну, в контексте процессуальности процессов того, что Вадим называть процессы истины, то есть процесс, в котором происходит решение или не происходит решение тупиков. А решение тупика любого, поэтического, любого, научного или художественного является тем по отношению к силой более мощной, чем сила различий. И является тем, по отношению к которому различия оказываются не важны. Вот это положение важнейшее для философии Баддио. Когда появляется решение какого-то, например, математического тупика, то по отношению... Вот оно интересует меня и там моего соседа, который совсем по-другому выглядит, по-другому... Вообще у него все по-другому. Но вот по отношению к этому решению, этой новости, вот эти все различия оказываются не важны. И вот эта логика применяется, например, Батлер и Луди Аллони к ситуации еврейско-арабского конфликта, израильско-палестинского конфликта, когда они... Вот и там Батлер, и Луди Аллони, самый мощный, самый громкий голос вот в этой истории, они провозглашают то, что решение может быть... Ну, во-первых, должно быть найдено решение, во-вторых, что решение не может быть найдено в прошлом, оно может быть найдено в будущем, и вот здесь именно. И поэтому, например, вот Батлер и Луди Аллони выступают за бинациональное государство, в котором будут одновременно там государственными языками евреи и арабские будут жить, арабы и евреи, которые найдут что-то, что их объединяет, и вот это что-то будет важнее и мощнее, чем то, что их разделяет. И в смысле вот этого проекта Джулид Батлер сводит... И вот это я последнее, что я скажу на сегодня, потому что книга большая, и связана с очень близким и плотным комментарием, важных мыслителей и их важнейших текстов. Ну, книжку я загрузил, вы можете ее сами почитать. Сближает Левинаса и вот ту этическую антологию, которую он выстраивает на основании с одной стороны исхода, с другой стороны изгнания и как бы отказа от себя самого, связанного с этическим насилием другого по отношению. А мне, когда я проблематизирую самого себя и нахожу себя там без места или нахожу себя в качестве захватчика, с Саидом, который Эдвард Саид поздний, Эдвард Саид, искал, пытался понять, каким образом арабы, ну, палестинцы и евреи могут сосуществовать или вот находиться в контакте и вот как-то решить эту ситуацию с точки зрения позднего Эдварда Саида, подокстральным образом евреи и арабы могут быть объединены на почве идеи исхода или изгнания, ну, не исхода, а изгнания, потому что и для Саиды, и для Уди Аллони, и для Джульс Блантер важным моментом является нагба, то есть нагба, по-арабски, это катастрофа, это этим именем в арабском мире и вокруг нагба построена один из фильмов Уди Аллони, но об этом в следующий раз. Нагба, то есть катастрофа, как Шоа, а вот это нагба. Нагба в арабском мире называется исход арабов из Палестины в 1948 году, когда из своих жилищ и со своей земли были изгнаны около 750 тысяч палестинцев, которые, ну, к которым предложили куда-нибудь пойти. И за вот в 1948 году появилась целая культура нагба, как вот представление о изгнании, исходе, решении, диаспоре, и возвращении. И таким образом парадоксально образом как-то вот так получилось, что палестинцы в определенном смысле стали современными тем, ну, как бы приняли и переживают и прочувствуют сегодня ключевой момент, один из ключевых моментов еврейской идентичности, еврейской традиции, связанной с изгнанием, лишением и мечтами о возвращении. и вот Саид поздний думал, считал, что как раз в этой реле палестинцы могут сформировать новую общность, новую абрамическую, новую человеческую, какую-то государственную, этическую, культурную общность на основании общего общности опыта изгнания. То есть, ну, как бы, диаспоры, там, голубь и, и, нагба. Вот, они должны не воевать, с точки зрения цели, а, как бы, понять, что вот, первым, вторым, известно, что это значит, и, а, поскольку, вот, этот момент является центральным для этического сознания, то и вот очень хорошо, что эти другие понимают, что это значит, только единственное, что остается найти общий язык, и тогда все самые заветные мечты и мнения для нас осуществляться. Вот, но очень еще много интересного в этой книжке, но уже мы и так вышли там за рамки далеко, и я помню, что-то я еще хотел сказать, показать, но я забыл, может быть, вспомню. А, ну, это вы наверняка вы читали в анонсе, то, что Джульд Батли рассказывает о своем детстве, мы читали, да, о том, что она училась в еврейской школе, и как, ну, ей было неинтересно вот урок, который там местный раввин у них проводил, вот, и он задал ей вопрос, девочка, почему ты такая невнимательная, и что тебя интересует, и как, она сказала, ничего, мне не интересует, а он сказал, так вот, все-таки, на какие вопросы ты хотела бы получить ответ, она сказала на три вопроса, почему Барок Спиноза изгнали из общины, а как понимать экзистенциальный хасидизм в душе Мартина Бубера, и ответственна ли немецкая классическая философия за Холокост, вот, ну, вот и дальше в поисках ответов на эти вопросы девочка превратилась в Джульд Батлер, вот, ну, ну, вот так, я надеюсь, это было не очень путанно и полезно, вот, да, ну, да, вот, пожалуйста, вы можете там, можете задать вопросы какие-то, ну, да, если есть какие-то вопросы, задавайте, и я попытаюсь что-то ответить. Нет вопросов? Окей, хорошо, сейчас, ну, можно, да, сейчас я вам какую-то классную картинку сейчас загружу, смешную, сейчас, вот это, ну, вот это, эту картинку можно загружать для доклада о бодиолонии, дюймазер, сейчас, вот, дети, вот, ну, хорошо, ладно, давайте вопросы на следующий раз, окей, я рад, что все рады, я тоже рад, спасибо большое, до новых встреч, да, с праздниками всеми запомнившимися, всем, вот, спасибо,